Примерка необычной электрошляпы, так эти датчики шутливо называет Михаил Губернаторов, состоялась у молодого человека пару недель назад. После перенесенной двусторонней пневмонии Миша практически перестал спать. По совету врачей решился на процедуру электросон. Ее проводят с применением импульсных токов для воздействия на центральную нервную систему. Всего за час мозг человека проходит все возможные фазы естественного сна. Электросон меня приятно удивил. Процедура реально очень классная, она приятная. Тебе подседают провода, так футуристично немного, приятные, теплые ощущения. И вот когда закрываешь глаза, такое мелькание-мелькание, а потом ты реально засыпаешь. И когда ты просыпаешься, прям, ну ты полон сил. Электросон повышает синтез серотонина, гормона хорошего настроения, улучшает кровоснабжение головного мозга и увеличивает количество кислорода в нервных клетках. Процедура назначается при синдроме хронической усталости, патологии их дыхания, бессонницы и мигрениях. Также в качестве реабилитации, по совету врачей, электросон рекомендован людям, переболевшим коронавирусной инфекцией. 70% пациентов, перенесших ковид в той или иной форме, страдают нарушением сна. И данная процедура позволяет им восстановиться. Но несмотря на все эти неоспоримые достоинства, у процедуры есть противопоказания. Электросон нельзя назначать людям с нарушением сердечного ритма и кардиостимуляторами. Таким пациентам, по утверждению медиков, стоит пересмотреть режим дня. По данным ВОЗ, взрослому человеку необходимо спать от 6 до 8 часов в сутки, детям от 8 до 10 часов. Если следовать советам врачей удается не всегда, необходимо включить в свой распорядок дня практику дневного сна. Только сиеста не должна затягиваться. Подремать по рабочем кресле в обеденный перерыв разрешается лишь 30-40 минут. Более продолжительное время она может привести к диссонансу и в последующем уменьшению продолжительности ночного сна. Трудное засыпание, неглубокий сон. И все это ведет к негативным изменениям. Выспаться и минимизировать последствия бессонницы помогут и правильно подобранные подушки. Светлана Одинцова, как главная заведующая в царстве товаров для красочных снов, рекомендует умную ортопедическую. От обычной подушки она отличается тем, что обеспечивает правильное положение тела во время сна. Рекомендовано людям, страдающим частыми головными болями, остеохондрозом, нарушениями сна. Носит название «мемори» и в переводе с английского означает «память». Мемори – это то наполнение, которое именно подстраивается от температуры тела. То есть человек ложится, и от температуры тела подушка подстраивается и принимает нужную форму. Если никаких перегибов нет, человек лежит ровно. В дальнейшем это не приносит никаких неудобств, скажем так, никаких болей у вас не будет. Лечебными свойствами умная подушка не наделена, но не ухудшить общее состояние человека вполне способна. Несмотря на все эти нехитрые советы, и медики, и производители товаров для комфортного сна уверены в одном. Для того, чтобы ежедневно чувствовать бодрость и прилив сил, необходимо соблюдать правильный режим дня и по возможности отказаться от вредных привычек. Ведь по утверждению врачей, от души посмеяться и волю выспаться – лучше лекарство от хандры, болезней и плохого настроения. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов.